День с толком Смотрите в этом выпуске Горничная тоже спасатель Сотрудники МЧС провели учение в гостинице Барнаул Прокуратура Барнаула нашла нарушение в уборке улиц Губернатор, министр культуры, режиссеры и актеры в Барнауле подвели итоги года театра Прокуратура Барнаула проверила, как убирают снег с улиц краевой столицы и нашла нарушение Так на дорогах, тротуарах, пешеходных переходах, остановках общественного транспорта есть снежные накаты, колеи, наледь А это противоречит национальному стандарту РФ Правоохранители посчитали, что все это нарушает безопасность дорожного движения Может навредить здоровью граждан и повышает вероятность повреждения их имущества Прокуратура внесла представление об устранении нарушений и привлечении виновных лиц к ответственности Ну а накануне свой рейд по дорогам города провела и наша съемочная группа Мы с моим коллегой Алексеем Фризиным попытались разобраться, что стало причиной снежных валов и наледи Снегопады или все-таки недоработка дорожных служб? Аккуратненько, шаг за шагом Снежное месиво опасно тем, что под ним прячется лед По мнению автомобилистов, дорожные службы убирать сугробы вовремя не успевают Да, ездят не часто здесь, но район это, конечно, не заброшенный Частный сектор, гаражи, многоэтажная застройка, свежая, новая застройка Но снег не убирается неделями Потому что если этот слой не убирают несколько дней, то лед, который под ним, это слежавшийся снег Который действительно не убирают многие-многие дни Между тем, лед и снег с проезжей части должны убирать через 6 часов после окончания снегопада Раньше можно, позднее нет Так говорят правила благоустройства Барнаула, принятые Гордумой Спросим у водителей автобусов Здесь Севчина-Миховая, нормально чистят почти каждый день А вот на той конечней плоховато Бывает мы доезжаем до париклиники и все, и вниз уже не спускаемся, потому что мы подняться уже не можем Не вовремя так убирают после снегопада А как водитель легкового автомобиля, как оцениваете уборку улиц? Уборку? Да, отвратительно, наверное Что, что могу сказать? Отвратительно Улицы, по которым проходят автобусные маршруты, подлежат уборке в числе первых Зависимость какая категория улиц То есть основная транспортная магистраль, это первая категория улиц И, допустим, где проходит движение автобусных маршрутов, это вторая категория Ну и третья категория, это второстепенные улицы, допустим, частного сектора и все остальные Ну сейчас более частые снегопады, как по вашей оценке, справились? Ну, относительно неплохо Справились, но не в полном объеме, конечно же У города есть проблемы Износ снегоуборочного автопарка почти 80%, да и машин не хватает Если требуется, город нанимает их со стороны Но когда мы снимали у профильного комитета, там техники хватало Андрей Дриер, Алексей Фризин, Илья Халяпин, День с толком Пожар в гостинице «Барнаул» ликвидирован Правда, пожар условный, масштабные пожарно-тактические учения прошли в здании гостиницы Для такого блокбастера сотрудники МЧС заранее ставят реквизит на месте учений Все должно быть близко к реальности На этот условный раз загорелся номер в гостинице Коридоры заполнены условным дымом, а 10 условных пострадавших не успели выбраться Отрабатывается взаимодействие, как я уже сказал, с силами РСЧС ГИБДД непосредственно по обеспечению беспрепятственного подъезда к зданиям На сегодняшний день это достаточно большая проблема Потому что парковками заставлены, или не только на парковках, стоят вдоль дорог И проезд пожарной техники, конечно же, осложнен Так, главное управление МЧС по краю проверило работу систем оповещения здания Скорость реагирования пожарных команд, скорой помощи, а также слаженность работы персонала гостиницы Последние помогали с эвакуацией Это уже вторая тренировка на нашем объекте Была последние года 4, наверное, назад И в прошлый раз показало, что наши буквально растерялись, хотя проводили до этого тренировки А сейчас уже более четко слажено Слаженность будут проверять и дальше Подобные учения не редкость Сотрудники МЧС частые гости В торговых центрах, гостиницах и офисах Главное, чтобы повод был условный Татьяна Голубева, Андрей Дреер, День с толком В Барнауле торжественно закрыли год театра Подвели итоги, подсчитали достижения В этом году абсолютно все театры края выезжали на гастроли И многие другие события произошли впервые Например, Всероссийский фестиваль кукольных театров «Зазеркалья» И фестиваль спектаклей по Шукшину Как подытожили свой год театралы, узнавала Дарья Эйдемиллер Сегодня в Барнауле торжественно закрывают год театра Целый год нас, зрители и ценители дела Мельпомены радовали новыми постановками А сегодня герои этих постановок встречают нас прямо в фойе Здравствуйте, Красная Королева, что празднуем? Закрытие года театра! Что вы празднуете сегодня? Вторник! Каких-то больших ролей не было, но, как вы знаете, для актера Вам хорошо известна эта фраза Нет маленьких ролей, есть маленькие артисты Рада любой роли И рада вообще возможности соприкасаться с творчеством Будь это концерты, будь это спектакли Ну и каждый спектакль ты можешь начать заново И найти в нем что-то новое Праздник праздников! Но сегодня здесь произойдет действительно уникальное событие Впервые в истории нашего региона Сотрудникам театров вручат звание заслуженных артистов И заслуженных работников культуры Алтайского края А также семь губернаторских премий И в такой год, и в первый раз звание это вручается Но, в общем, звание-звание ничего не меняет Третья рука, ни третья нога не отросли Остаемся такими же людьми и продолжаем работать Вывод, который можно и нужно сделать По итогам всех этих вот мероприятий Которые у нас происходили То, что, наверное, так должно бы и дальше продолжаться И этот вот вкус, который мы почувствовали Это, что это может быть не обязательно только в угол театра Мне удивительно, что сегодняшний театральный парад начнет театр, который является хозяином сегодняшней площадки Алтайский государственный театр для детей и молодежи имени Валерия Сергеевича Спасибо! В финале праздничного вечера гостей удивили необычным представлением На одной сцене выступили сразу шесть театров Четыре барнаульских, а также трупы Избийска и Рубцовска Шесть театров на одной сцене – это событие уникальное Как и весь год театра в Алтайском крае в целом Дарья Демилер, Николай Шелко, День с толком Зима с Европой плюс барнаул началась в выходные На три месяца каток в ТРЦ Гэлакси станет площадкой не только массового катания на коньках Но и эпицентром актуальной музыки и хорошего настроения На льду самые преданные слушатели радиостанции номер один в России Билеты на европейские игры, своеобразную спартакиаду Они получили за свою активность в радиоэфире на частоте 104.9 FM В рубриках топ-трек, хитбэк и игра номер один А сейчас общаются с голосами Европы плюс вживую Под популярные треки участники проекта на льду танцуют, соревнуются в меткости И просто хорошо проводят время Ну, лично я не видел, что мы такого в барнауле проводили Может быть просто потому, что я не выхожу из дома Но я такого не видел И просто собрались, провели выходной день, покатались на коньках Еще за это подарки всем До конца зимы запланированы еще две встречи В честь Дня студента в январе и в феврале в честь приближения весны А покататься под любимую музыку можно каждые выходные А на этом у меня все Через несколько секунд о погоде Спонсор прогноза компания Evalar До встречи Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому